Добрый день, уважаемые гости, дорогие ребята. Уроки мужества на территории Дмитровского городского округа по поручению главы муниципалитета Ильи Поначевного уже на регулярной основе проходят в наших образовательных учреждениях. На днях такая встреча прошла в стенах Айродевской школы. Сначала школьники презентовали короткий видеоролик о своих достижениях и победах, работе юно-армейских, века детских движениях. Ребята здесь сидящие, да, вот Арсений, родители военнослужащие. Поэтому эта история для нас очень близка. В настоящее время у нас в школе обучаются ребята, у которых папы сейчас тоже находятся и отдают донеродине, да, и свой долг, и служат по контракту и так далее. Я думаю, что основная наша задача, задача нашей школы, педагогического коллектива, я думаю, для вас, вы молодые, здесь есть ребята, есть, наверное, у кого уже есть взрослые дети, которые учатся в школе, я думаю, наверное, вам было бы приятно осознавать, что вашей жене, вашим детям оказывают всяческую помощь. И мы стараемся оказать помощь этим семьям, потому что люди, которые сейчас выполняют свой долг, должны понимать, что тылы у него прикрыты. В ходе беседы ребята задавали гостям различные вопросы, которые касались специальной военной операции. Такие встречи с военнослужащими для школьников очень интересны, и они ждут уроков мужества с нетерпением. Ведь это прекрасная возможность задать лично вопрос участнику боевых действий, узнать от первых лиц все подробности. Такой случай выпадает не каждому. Как происходит обед, ужин? Приносят или собираются? В районе нет этого обеспечения. То бишь, если мы где-то в отрыве находимся, на спецзадании и на задаче какой-то, у нас, конечно же, выдаётся суп-пайки с собой, и гуманитарная помощь, какая приходит, конечно же, раздают нам перед тем, как уходят ребята куда-то на задаче. И сами, конечно, готовим. Никто никогда не готовил, но научились уже суп делать. Суп-пайка. И очень даже вкусно получается. Солдаты с большим удовольствием общались с подрастающим поколением, с теплотой вспоминали свои школьные годы, благодарили ребят за поддержку и письма, которые ученики пишут нашим героям. Много писем доходят, примерно по три письма на человека, ну, каждый раз каплювозят, примерно по три письма на человека выходят. Ну, эмоции, радость, то, что дети про нас помнят, то, что патриотизм у них тоже уже, ну, зарабатывается. Гордость за наших детей. Вот такие вот эмоции. Да, приятные, одни приятные эмоции. Потому что ни грусти, ничего такого нет, только все положительное. Наоборот, еще больше боевой дух поднимают. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе для того, чтобы воспитать с юных лет чувство патриотизма и гордости за свою страну. В завершение урока школьники выразили огромную благодарность бойцам за героизм и мужество. И подарили открытки и небольшие подарки. Четыре года в Челяновском.